Чё происходит? Сэм, хай, с вами Юджин, и сегодня мы снова играем в Sons of the Forest, и в прошлый раз меня очень нелепо убили, потому что, ну, потому что так обычно случается, когда мы первый раз играем, но теперь мы снова с Келвином, нашей шестёркой. Раньше я был в школе его шестёркой, но теперь посмотрите. О, видите, сопротивляется. Нет, не хочу служить твои приказы. Я сам тобой командовал раньше. Ой, хочешь командовать? Ну, извини, посмотри на это. Видишь, что это такое? Блокнотик. Ты не можешь говорить и не можешь дать мне приказы. Только я могу дать тебе приказ с помощью блокнотика. Вот был бы у тебя блокнотик, ты бы мне приказал, а теперь иди за мной, шестёрка. Тот, кто владеет блокнотом, владеет всем миром. Смотрите, бежит такой, твою мать, придётся слушаться его, ведь я не могу ему сказать, что делать. У меня нет блокнотика. Ладно, нас откатило назад, у нас чуть-чуть стена построена, а нам надо, чтобы было не чуть-чуть, а до хрена. Давайте поставим Келвина где-нибудь вот здесь, например. Хорошее место, очень хорошее место. Иди сюда, в кусты. Не бойся, я зову тебя не для чего-то ужасного в эти кусты. Просто подойди. Чё ты сел? А, он кушать хочет. Я думаю, ты хочешь загадить мне всю малину. Итак, очисти 20 метров максимум. Очищай 20 метров. Хорошо, босс. Но я не хочу, не хочу. Я сейчас... Сейчас чуть не ударил его снова. Ты вынуждаешь меня тебя бить? Так, ребят, у меня проблема с жаждой. Надо срочно ее утолить. Ой! Страшно. Ты хоть предупреждай. Хорошо, ягодки утоляют жажду, чуточку. Пока Келвин работает, мы кушаем. Келвин, знаешь, чё я подумал? Вот это только дело, что разжигаешь костры, рубишь деревья и таскаешь бревна. Ты считаешь себя полезным компонентом для выживания после этого? Вот о чём я и говорю. А в современном мире, знаешь ли, Келвин, на одних бревнах не уедешь далеко. А представь, с питонным столкнёшься. Знаешь, крышка сразу же. Ты тут же растеряешься, и он тебя задушит. О, ты чего, Келвин? Я оговорился, извини. Я имел в виду не питон на змею, а Пайтон язык программирования. Чтобы на плюс 5 в современном мире, нужно, чтобы ты срочно начал его изучать. IT-профессии сейчас вообще востребованы в мире как никогда. На, читай вот это. Скилл Фэктори. Слышал когда-нибудь о них? Это онлайн-школа IT-профессии, основной упор которой делается на получение тобой реального опыта. Ну чё, пойдёшь на курс Пайтона-разработчика? Да не переживай ты, курс подходит даже тем, кто никогда не программировал. Да и сам Пайтон имеет очень низкий порог входа. Словно текстовый файл редактируешь. Я бы тебе, конечно, написал, но это не электронный блокнот. К тому же Пайтон входит в пятёрку самых востребованных языков программирования. Ну чё, загорелся? Вижу, что загорелся, но также вижу, что ты стоишь ногой в костре. Пофигу. Мне нравится твой боевой настрой. На курсе ты будешь решать кейсы реальных компаний. И погружаться в рабочие процессы уже во время обучения. Также на этом курсе, Келвин, ты сделаешь шесть собственных проектов, благодаря чему у тебя сформируется собственное портфолио. Ой, да не волнуйся ты, Келвин. У Skill Factory есть собственный карьерный центр, который поможет тебе создать собственное резюме и подготовит к собеседованию. Ну а если каким-то образом по окончанию курса ты не устроишься на работу, Келвин, то Skill Factory вернёт тебе деньги за обучение. Ну, как мне кажется, Келвин, я тебе описал всё максимально подробно. Осталось только вписать туда ссылку, чтобы любой нашедший смог узнать о Skill Factory. А теперь я беру всё это описание и кидаю его вниз. Поэтому если кто-то захочет найти ссылку, ему нужно будет посмотреть внизу в описании. Питон! Что? Питон! Келвин, ты настолько сильно рад, что будешь изучать питон, что аж заговорил! Только не питон, а пайтон, так правильнее будет. Питон! А? Вспоминаем, у нас есть лук, но по-моему нет стрел. Совсем нет стрел. Делаем стрелы. И ещё одни. Сколько у нас их в итоге? Как посмотреть? Опа, смотрите, здесь ещё какая-то штука. Тактическая куртка. Как мне её надеть? Я не могу её надеть. Хорошо, тактическая куртка мне не подходит. Чисто тактически. Опа, еда. Сожрём. Как там дела, Келвин? Работаешь? Умничка. А мы пока пойдём попьём воды цы. Ай, вот она, вот она. О, боже мой! Твои выживших... Бывших выживших. Вымерших. Твои вымерших. И тут у нас тряпочка есть. Погодите, а тряпочка для чего-то важного, да? Тряпочка это броня из листьев. Сколько нужно листьев? 10 штук. Мы делаем себе броню из листьев. Келвин... Ку... Что? Куда я её надел? Ладно, куда ты её, наверное, на пах себе надел? Защищать нужно самые правильные места. Вот эти ребята об этом точно не знали. Видите, они пытались прикрыть свои важные места, но не успели. Было уже слишком поздно. Была открытая рана. Опа! Смотрите! Сирена! Нимфа! Кто это? Трёхногая женщина, она добрая. Я должен за ней проследовать. Ну вы писали, что она вроде как добрая в этой игре. Давайте проверим это. Не беги, не беги, не беги! Ей, наверное, очень трудно бежать тремя ногами. О боже мой! У неё такой взгляд неадекватный, как будто бы это вовсе не человек. Она притворяется человеком. И почему она всегда бегает одна? Куда она делась? Вон она. Из-за кустов сейчас выплезем. А возможно, она одна из тех монстров, которые многоногие. Помните, с первой части? Просто она родилась вот такой. Для них она полный урод, они её изгнали. Чисто из-за внешности. Нимфа. Оу. Опять. Я хотел врасплохо её застать из-за куста. А, вот ты где! Как-то надо с ней подружиться. Что-то, может быть, нажать. Надо на чё-то... На что можно нажать? Ну стой. Ну стой. Ну всё. Всё. Что если одну ногу подстрелить? Сейчас мы выбежим из-за куста. Как она быстрая иногда бывает. Ой, ты напросилась. Ладно, мы случайно попали в тебя стрелой. Мы не хотели. Я что-то понимаю, что она вряд ли куда-то меня приведёт конкретно. Она просто бегает здесь. Мы должны что-то другое придумать, чтобы с ней подружиться. Вон она бежит. По пляжу. Как красиво. Прямо как спасатели Малибу. Ладно, она просто здесь ходит. В общем, это её обитель, походу. Пляж. Красивый пляж. Но она же в купальнике. Значит, всё правильно. Ладно, давайте вернёмся к Келвину. Нам нужно строить базу. Опа, а чё это такое? А чё это такое? Сожрал какие-то цветы. Я чё-то как травоядное какое-то хожу, тупорылый, жру всё подряд. Слышите? Келвин там пашет. Деревья валит. Ну ты бульдозер настоящий. Видите, видите? Всё рушит тут. А это что за звуки? Что? А, это брёвна катятся и валят деревья. Это просто Келвин машина. Умница, умница. Давай, последнее сруби. Я тебе даже помогу. Не трогай моё дерево, пожалуйста. Стой, 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 стой. Новое задание для тебя. Теперь возьми брёвна и... Отдай мне. Блин, не то нажал. Возьми это бревно и отдай мне. Стой, нет, стой, 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 стой. Это отмена, отмена. Стой. Другое задание. Возьми брёвна и иди за мной. Отдай мне, брось здесь, иди за мной. Наверное, иди за мной. Я так и быть тоже возьму парочку. Иди сюда. Ты чё стоишь? А, всё. Раздуплился. Вот здесь бросай. Слышишь? Чё-то ты медленный. Итак, возьми брёвна и... Брось здесь. Чё ты мажешь своей башкой? Нет, он не хочет. Он не будет. Придурок взял это бревно и кинул. А те-то он будет брать, интересно? Мне кажется, он что-то бунтует. Мог бы дать ему отдохнуть? Сделай перерыв. О, спасибо, спасибо. Даже улыбочку убил немножко. Немножечко такая улыбочка. Вот, прямо на брёвнах посиди. Ноги под брёвна засунь, так приятно будет. Полное говно. В смысле? Чё тебе не нравится? Ему не нравится сидеть под брёвнами? Хелвин, твою мать, какой ты привередливый. О, загорает. Ты бы хоть разделся. Пожалуйста, разденься. Я поработаю за тебя сейчас. Ладно, так и быть. Всё-таки миром управляет тот, кто устал. И хочет, чтобы поработали теперь другие. Дурацкий нерабочий Келвин. Ладно, мне не привыкать работать. Я сам всё могу сделать. Слышишь, без тебя бы справился. Опа, что-что-что-что-что-то такое-что-то такое? Что происходит? Опа, нет. Келвин. Евгений так пересрал. Где кто орёт? Вон он, скотина древесная. Ты чё сюда пришёл? А ты вторгся в мои владения. Ты за это заплатишь. Ага. Топорик свой уронил быстро. В харю тебе. Я захэтшотил бы? Я бы захэтшотил. Несём домой. Ой-ой-ой, ещё один идёт. А твой друг ушёл гулять. А у меня на плечах это бревно. Просто похоже на твоего друга. Смотри, Келвин чё принёс. Видал? Делай с ним чё хочешь. Он весь твой. А, вон, смотрите, вон идёт. И злится, злится такой весь. Блин, он своим расскажет. Он приведёт своих. Нужно от него избавиться срочно. Свидетели нам не нужны. Ага. Колено прям попал. Слушайте, мне как-то жалко его, если честно. Может, всё? Мир? Ой, ты женщина. Извини. Ааа! Я дал тебе шанс. Ты могла выжить. Но теперь я тебя расстреляю. Блин, как же с ними подружиться? После убийства двух человек вряд ли получится. Ну, точнее, не получится быстро это сделать. Стоп. Ты не Келвин. Келвин стал одним из них? Келвин, я сказал, делай всё, что хочешь, но не становись одним из них. А, вот он где. Он уже отдохнул, видимо. Уходи отсюда. Я даю тебе шанс. Уходи отсюда. Она боится. Келвин что-то там носится туда-сюда. Куда побежал? Ладно, она, кажется, не опасна мне. Я не буду её убивать. Келвин, куда побежал? Я видел его. Он решил слинять. Что такое? Да что происходит? Лес бунтуется. И Келвин бунтует. Келвин. 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 Хм, ладно. Он придёт, я уверен. Когда поймёт, что некому ему давать команды. И некому ему говорить, что делать. Тогда и вернётся сразу же. Приползёт, надеюсь. Боже мой, господи. Вот тебе, придурок. Какого фига ты подкрадываешься сзади? Извини. Второе бревно я не хотел тебя кидать. Так уж получилось. Возьми брёвна и... Так, отдай мне. Иди за мной. Брось здесь. Иди за мной. Ох, хорошо. Тут просто куча брёвен. Кладём. Кладём. Какая-то у меня очень амбициозная постройка. Я уже чувствую, как много брёвен нам придётся нести. Хрена ли ты встал? Всё, можешь бросать. Умница. Как же заставить его всё, что он нарубил, тащить сюда? У меня есть подозрение, что никак. Хотя, погодите, вот он берёт. О, он знает, где брёвна лежат. Какой умный, сообразительный Келвин. Умница. Хорошо. Он всё знает. Не мешаем ему. Бревно тут. Бревно тут. Даже не знаю, сколько нам так нужно будет брёвен, чтобы всё это огородить. И чтобы никто не смог обойти. Давайте разберём эту стенку. Она пока не нужна. Да, мы просто лучше сделаем контур сейчас. Лучше так удобно. Можно эти брёвна брать и отцеплять. А, погодите, а уже нельзя, что ли, брёвна? Можно. Вот, кладём. Всё нормально. И как долго-то класть эти брёвна? Бесконечно долго. А что такое? Устрицы. О, деликатес. Лимончиком ещё бы. Фу, блин, устрицы. Я ненавижу устрицы. Первый раз, когда я в жизни попробовал устрицу, я жёстко проблевался. И, может быть, мне попалась не очень хорошая устрица. Но теперь у меня всегда есть воспоминания. И рефлекс, как только я вижу устрицы. Слушайте, а, может быть, не заниматься, это ерундой. Потому что слишком много бревна нам нужно будет. Давайте попробуем пока небольшую лишь часть отвоевать этого острова. Я думаю, это более разумная идея. А вот нихрена, так как мы не можем сюда бревно поставить. Ну, в целом, вот так. О, боже мой, дождь пошёл. Хорошо, но если мы сделали вот так, как-то мы можем. А, вот, идеально. Всё, стена готова, никто не пройдёт. Неприступная. Она неприступная. Понятно вам, пуземцы? Слышите? Попробуйте ссунуться сюда. Некоторые из ваших уже пробовали. Они лежат здесь где-то. Где они лежат-то? Крабы, что ли, их уже утащили? В общем, мы будем постепенно добавлять новые отсеки. По мере необходимости. Пока что вот такую небольшую часть можно обустроить. И оградить стеной. Опа, у нас мясо протухло. Сейчас дождёмся, пока дождь прекратится, и приготовим что-нибудь. Ну, как чё? Чайку? Конечно же. Как обычно. Смотрите, какой ветер сильный. Ой, страшно. Ладно, нельзя себя доводить до истощения. Придётся хавать устрицы. Так мало они голода утоляют. Это же белок чистый. Ой, как жутко здесь. Всего 4 бревна за всё это время ты принёс. Хелвин, господи, ты меня убиваешь. Боже, как красиво. Игра стала значительно краше. Вроде бы, с одной стороны, изменения не такие явные, но... Ты пришла. Не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. Я ничего не буду делать. Не бойся. Я только за бревном. Это даже я не при тебя. Ха! Убегает. Ну ладно. О, Келвин как резво прыгает. Зачем ему вообще отдых? Довольно-таки у меня бодрый такой компаньон. Самое время разжечь костёр. А-а-а, ля-ля-лей, хорошо. Келвин, сделай перерыв. О, стой, чайка. Есть. Чайки ведь на свет летят, как насекомые, да? Всё ведь так работает. Вот ещё одна. Ладно, улетела. Это мне мясо, если что. Ты всё равно не кушаешь у нас. Чё там? О, готово. О, как хищно, я сожрал. Что ж, давайте спать. Ночью как-то неприятно находиться здесь. О-о-о, и никто на нас не напал. А-а, Келвин, ты как, выспался? Ха-ха, не выспался? Извини. Ничем тебе не могу помочь. Нам чуть-чуть осталось. Что это показывает? Что это показывает мне такое? Что? Что? А-а-а. Серьёзно? Только так это и можно сделать. Ать. Да не сюда. Вот так. Мы почти что соединили. Я тебя умоляю. Нет, это слишком маленькое бревно. Нам нужно ещё одно. А ещё нужно на водопой. Келвин, Келвин, я на водопой. Ты не можешь пройти через палатку. Ты идиот. Я уже понял это. Иди за мной. Итак, пока я пойду перышки свои чистить. Пить водичку. Встречать рассвета. И медитировать. В общем, посвящу время немножко себе. Ты, пожалуй, очистит 20 метров. Мне нужно много брёвен к обеду. Всё, давай. Бывай. Ах, всё-таки здесь красиво. Так как Келвин будет ещё долго работать, нам нужно себе побольше еды найти. Попал? Я попал? Как я попал? Понятия не имею. Следующая чайка. Вот, а Пайта промахнулся. Вот теперь попал. Мы захавались. Мы полны сил. И пока Келвин работает, я пойду исследовать. Я, конечно же, говорю про эту пещеру. Музыка говорит нам, что что-то страшное сейчас будет. О, боже мой, как здесь страшно. Чё, главное потом найти дорогу обратно. Это чё такое? Можно выключить? Но не нужно. Какие-то баллоны. Тут же куча ресов всяких. О, флэеры. Отлично. В пулеметере доступна инструкция для изготовления изделий. Я, короче, нашёл череп какой-то. Опа, ещё один чувак. Что это? Что здесь написано? Павкар три... Бэф, сара, тэ, 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 фор, ремоу... Окей. Хлам. Аккуратно идём дальше. О-о-о. Ч-ч-ч-ч. Что это? Что за мерзкие звуки? Такие летучие вышки, наверное, здесь. Ба! Да, это летучая мышка, ладно. Это не страшно. Но я испугался. А-а-а! А-а-а. Господи, помилуй. Это есть кто? Опа. Вижу. Это чё, умные туземцы? Во-первых, они круг детский нашли. И расставили себе вот эти лампы. Очень удобно. Трупы, трупы, трупы. А сюда одни лишь трупы. Весло. Весло торчит в скале. Что-то мне это напоминает. Весло! Весло! Так. Это что такое? Это что? Это человек. А он один здесь? Слышите? Как же мне сражаться в темноте-то? Так, погодите. Флеер. Флеер кинуть надо. А сначала лучше было бы его открыть. Вот. Я просто кинул флеер. Ну не идиот ли? Хорошо, давай и второй кинем ещё. Вот туда. Опа! Там труп! Весит труп как-то... Блин, крипово. Значит, их здесь раз, два, трое. Давайте их захедшотим быстренько. Оп. Это что за монстр из Айленд Хилла? А! Тихо. Дохлый. Чёрт! Мама-мама-мама. Ай. Ай. Убить. Ты подохнешь сегодня или как? Почему он не умрёт? Этот бегает ещё? Хорошо, в голову попал. По-моему, это его только разозлило. Хорошо, ещё один хедшот. Ты сегодня умрёшь или как? Есть. Ай. 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 Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас я заберу все эти стрелы. Пожалуйста. Сколько тебе ещё? Какой он сильный. И у меня закончились стрелы. Извини, сэр. Я заберу. Фигня. Фигня полная. Нужна стрела. Хорошо, ещё парочку взял. И ещё одна. А! Погоди, тут ещё один чел. Фу. 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 Как же неудобно в темноте сражаться. А, мимо. Лейер. Лейер. А! Чёрт. Потух, что ли? Мой флеер потух. Мать его. Слушай, ты весь в моих стрелах. Отдай всех. Отдай всех. Да умришь ты. Умер. Он умер. Давайте шкуру с него снимем. Пошёл ты. Или что это я взял? Мясо, мобочи. Из тебя возьмём. Пошёл ты. Да, это мясо мы просто берём. Окей, стрела. Ещё одна. О, погодите. Тут целая куча моих стрел. Я бы ещё сделал парочку. Так, бежим на свет. Что это? Кости. Набираем. Понадобится для строительства. Чёрт, как внезапно ты подошёл. В шею тебе. Ай. Какой ты резвый, а? Ай. По жопе шлёпнул мне. А ну, выходи. Вот тебе. Ответочка прилетела. Есть. Кажется, я всех выпилил. Идём дальше. Всё, я стал более бесстрашным. Погодите. Надо бы, надо бы лекарства. Таблеточками. Так, всё. Останавливаемся. Пожалуйста, не пугайте меня. Опа. Слышите? Ты кто? Блин, я попал по нему, извини. Стой, 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 стой. Я не знаю, как брать предметы по-другому. Не через инвентарь. Это такой же чувак. Ладно, с ним не страшно будет. Погодите, их здесь больше. А, я попал в итоге в него. Раз, два. Три. Какой-то он перекошенный стал. Да умришь ты. Есть. Чёрт. Не вставай, пожалуйста. Не вставай. Притворись мёртвым. Я бы оставил тебя в живых. Ну, видимо, ты решил иначе. Где мой флеер? А что, его уже нельзя подобрать? Окей. Идём дальше. О! Чёрт. Боже мой. Боже мой. Слушайте, давайте валим отсюда. Давайте не будем. Не будем. Боже мой. Я знаю, я просто побегу. Ай. Просто побегу и посмотрю, чё там как. Мрази, мрази повсюду. Ой, как вас много здесь. Музыка. Клёво. Ещё. Ай. Фу, какие-то маленькие детишки. Всё, я уже на панике. Просто бегу. Я не хочу ни с кем сражаться. Это слишком долго. И слишком небезопасно. Погодите, это что? Ой, ой, ой. Какого? Опа, ребят. Ничего не видно. Ничего не видно. Стой. Флеер. Нужно флеер взять срочно. Давай, давай, давай. Ага. Всё окей. Таблетки схавал. Лук взял. Чё у чувака? Чё-то я взял, чё-то я взял. Пестель. Здесь никак не пройди теперь. Так, надо убить этих двоих. Срочно убить. Фу, ещё маленькая тварь подошла. Надо убрать их. Надо убить их всех. Ты. Младенец. Слушай, я не могу попасть ни в кого. Наконец-то. Ну-ка. Сдох. Всё. Ты. Омерзительно. Он убежал? Походу убежал. Вот здесь. Мы как будто бы... Как будто бы могли пройти здесь, но мы не можем. Что, ещё дальше можно идти? Так, моя стрела. Слушайте, походу всё. Эта пещера ради этой находки нужна была. Я не знаю, что я взял. Как будто бы это электрошокер был. Прекрасная находка. Теперь валим отсюда. Келвин наверняка волнуется уже. Простите, ребят, я ухожу. Я ухожу. Всё, до свидания. Я, кстати, заметил, что эту водичку пить почему-то нельзя. Ну и чёрт с ним. Быстрее валим. Отлично. А, белый свет. А, фу, я чуть не ослеп там. Келвин. Ха-ха, посмотри. Посмотри, как ты классно работаешь, умница. Да, босс, я сделал всё. Так, иди за мной. Лучше внимательно. Смотрите, он улыбается какой-нибудь. Несмотря на то, что у него лоб вскрыт и кровь течёт. Возьми брёвна и брось здесь. Хорошо. И пошёл, и пошёл. Умница. Ай, какой Келвин молодец. Прям душа радуется. А это чтоб поторапливался. Оп, аккуратней. Беги быстрей. Ну я и говнюк, оказывается. Ой, дай мне волю. Я буду чморить, видимо, людей. Евгений Людачмор. На самом деле я никогда так не делал. Я против этого. Я отгребал периодически. Как нам соединить эти доски? Вот так что ли прям? Всё. Всё. Периметр ограждён, очерчен. Осталось только теперь его возвести. О боже мой, это долго. Давайте ещё нарубим побольше, чтобы Келвину побольше потаскать. Кстати, давайте исследуем то, что мы только что нашли в пещере. Электрошоковое ружьё. Всё, ну конечно. А почему мы его так странно держим? Как-то по-гангстерски. По традиции мы всё испытываем на Келвине. Как ты? Какой отзыв дашь? Угу. Понял. Хорошо, хорошо. Это всё в научных целях, чувак. Я пока покушаю. Посмотрю, как ты дуренькаешься в конвульсиях. Нормально? Жить будешь? Умница. Что-то у него задание, походу, сбилось. Он начал снова рубить. Хотя я ему сказал брёвна складывать. Сколько брёвен сложил? Одно. Мне кажется, придётся сейчас электрошокер использовать в воспитательных целях. Ну чё, складываем. Давайте сделаем высоту 4 бревна. Вполне себе. Я думаю, даже лучше в 3. Ну, где-то в 3, где-то в 4. Как попрёт. Давайте попробуем соорудить теперь вот эту вот фигню. Дабы отпугивать врагов. Значит, мы берём палку. Берём череп, да? Череп. Вот так пугаем мы черепом. Не то, что я думал. Опять эта женщина пришла. Чё она приходит каждый вечер? Погодите, а я не помню. Как строй-то? Что нужно нажать? Палка, топор, череп. Хорошо. Палка. И чё ты сделал? Я не это хотел сделать. И даже не это. Ну ладно. А, вот так делается костёр. Хорошо. Ещё раз. Палка, череп. Если мы верёвку положим, то будет дубинка. Ну-ка. О, да. Дубинка теперь ещё есть. Значит, урон, в отличие от топора, они примерно одинаковые. Ну ещё раз. Готя, я не понял немножко. Вот мы ставим палку. Ага, ставим палку. Класс, класс, класс. Берём череп, ставим. О, как раз-таки девушка пришла посмотреть. Смотри, какой красивый череп. Ой, она испугалась. Я не это хотел. Череп должен смотреть в мою сторону. Вот сюда. Очень классно, я считаю. А где наш основной костёр, на котором мы всегда жарим? Наверное, это ты. Инструкция говорит, что мы можем сделать из себя классный костёр. Два, три. Слушайте, мне очень нравится, какая здесь механика строительства. Она более какая-то точечная такая, интересная. И чё мы теперь сделали? Теперь мы сделали большое кострище. Также мы ещё можем сделать базовый пол. Значит, кладётся четыре бревна. И потом ещё одно бревно с помощью топора мы превращаем в доски. Окей. Спим до утра. Ах, как хорошо опять. Каждый раз, когда утро, у меня такое настроение сразу поднимается. Вот Кэвн как раз-таки нам принёс брёвна. И сейчас мы сделаем себе первый дом. Значит, вот такой фундамент у нас будет. Чё круто, что мы можем старые постройки разбирать и превращать их в более совершенственные постройки. Итак, смотрите, вот что это за... Что это за значок? Ну, видимо, от всё. Это правильно? А, вот так это надо делать. У-у-у. Блин, как долго делать, оказывается, один грёбаный фундамент. И как так сделан тупо фундамент, что не хватает? Всегда остаётся одно лишнее бревно. Короче, какой-то вот такой вот у нас получился фундамент. И таких нужно сделать целых четыре штуки. Ой, ты чё тут делаешь? Я пойду испытаю на тебя мой новый... Мой новый агрегат. Привет. Чё ты тут тычешь меня? Ой, а у меня нету? Я израсходовал. Блин. Я израсходовал на Кэлвине всё. Давай пообщаемся. Привет. Ой, высокий. Ну ты урод, конечно. Я дал тебе шанс. Я дал тебе шанс стать моим другом. Теперь ты не друг мне. Просто умрёшь. Отдай мои стрелы, понял? Я в череп... Блин, я в черепаху попал стрелой. Всё, наконец-таки. Черепаха. А, нет, я не попал в неё стрелой. Фух, слава богу. Но тем не менее, мне всё равно нужна черепаха. Правильно ведь? Она яйца отложила. Черепашата! Черепашата бегут. Вы не туда бежите немножко. Вода в ту сторону. Мать, слушайте мать. Берите с неё пример. Слушайте, ну по-моему из черепах, я помню, можно делать корыца. И оно будет воду набирать. Так что это... Прости, черепашка. Только одна черепаха нужна ради выживания. О, тут ещё и какое-то мясо есть. Сырое! Нет, фу! Вон девчушка бегает у нас по лагерю. Я не знаю, откуда у меня рыба взялась. Но давайте всю её используем вместе с черепашьим мясом. Всё приготовим. Раз, два, всё. Разгорайся, огонь. Келвин принёс всего три бревна. Ой, боже мой, Келвин. Где черепаший панцирь? Черепаший панцирь. И в чём прикол? Не в чём, что ли? Просто так убил черепаху? Не-не-не-не-не. По-любому её надо положить. Мы пока что можем её только выбрать. Ладно, вариантов нету. Придётся идти на водопой. Отдыхай, Келвин, пока что. Какого? Какого? Кто? Где-то орёт. Пока я уязвим... Вон он, пока я уязвимо пью. Это же правило джунглей. Нельзя на водопои охотиться. Ах ты гад. Вон он, выбежал один. Вон второй. Воп. Красиво спрыгнул. Что, у тебя свитерочек, что ли, на тебе? Ты свитерочек чей-то одел? Ай. Сразу сдох. Хорош. Ложь. Ещё один. Смерть. Какие-то они неторопливые здесь, да? Такие что-то идут, медленно подходят. Они, видимо, не понимают, с кем они имеют дело и с чем. Так, ещё одна там бегает. Ещё одна крыса. Погоди, ты кто такой? Какой просто футболочки мальчика какого-то. Фу, блин, страшно, ты орёшь. Давай-ка я попаду по тебе. Ой, не получилось. Бо! Что, скинул тебя с дерева? Подохло? Что это у тебя? Что-то важное. Ну чё, мы закончили? Тогда я домой. Кевин хорошо постарался. Так. Она меня преследует. Это мразотка маленькая. Всё? Раз уж ты сам пришёл, давай мы тебя возьмём. Ух, блин, как было бы классно, если бы можно было бы брать в плен этих ребят. Надо понять, что с ними можно делать. Всё в научных целях, как я и говорил. Разрубить их можно? Эм, нет. К сожалению, нельзя. И как-то перед своей женщиной не очень комфортно так вот с трупом возиться. Давайте избавимся. Ну вот как-то здесь. Какого хрена ты всплыло? Я хотел избавиться от трупа. И в итоге она просто плавает здесь. Ай, ладно. Давайте себе домик сделаем. И я имею в виду только себе. Келвин будет спать на улице. Не трогай. Это брёвна для меня. Иди туда, в лес. Чётенько. Теперь, я так понимаю, нужно возвести вот эти столбы. Слушайте, очень долго строить. Мне нужно целых 10 Келвинов, чтобы с этим управляться. А, погодите. Мне не нужно ставить вот эти вот столбы. Я же могу уже сразу складывать. Вот он мой дом. Почти что готов. Давайте всё брёвна поближе будем кидать, чтобы Келвину долго их не таскать. Во, потом не говори, что я тебе не помогаю. Вот почему Келвин так не может делать? Опа. Моя женщина здесь. Давайте покажем, какие мы сильные. Оп. Видала? Брёвна швыряю как. Ну вот, я быстренько их сюда накидал. Теперь Келвину осталось всё это принести. И я ему помогу, разумеется. Я хочу, чтобы мой дом быстрее построился. Итак, нужно 7 брёвен сложить вот так вот вверх. И получится стена. Считаю вот это нижнее бревно, судя по всему. Попробуем. Ещё два. Раз, два. Ууу. Есть. Делаем дверь. Посмотрим в инструкции. Значит, срубаем вот эти части. Ох, изящненько. Два. Три. Готово. Вот он, проход. Как здорово. И теперь, получается, нужно одно бревно, чтобы сделать саму дверь. Эти брёвна, конечно же, не считаются уже. Что нам из них делать, я пока не знаю. Ну ладно. Сколько тут нужно брёвен? Надеюсь, одного будет до... Погоди, это что? Это дверь? О! Она открывается, прикиньте. Она открывается вот так вот, чисто физикой. Окей, у нас одна лишняя палка осталась. Даже не знаю, что с ней делать. Погодите, а мы можем складывать эти брёвнышки поверх длинных брёвнышек? Ни хрена не можем. Так, а это что даст? Межкомнатные перегородки. Ладно, давайте сложим эти брёвна рядом вот здесь. Дверь! Отпирается. А теперь, как делается окно? А, ну просто так же вырубаешь. Сколько тебе надо? Надо вот столько. Блин, как это прикольно. А вот такое окошко большое. Ах. И как его закрыть? Его нельзя закрыть, получается? Вот он, мой дом, друзья. Конечно, он ещё не закончен, но вы уже видите, во что он превратится. Прекрасный, уютный. Короче, я сделаю из него дачу. А рядом будет банька. Чтобы увидеть это всё, подписывайтесь на канал обязательно. И нажмите на колокольчик, и получайте все уведомления, чтобы получать уведомления о новых видосах. Также очень буду рад лайку за этот ролик. И я всех от души благодарю за просмотр. Увидимся очень скоро. С вами был Юджин, и всем пять!